всем привет в этом уроке мы с вами попробуем разобрать вот такой небольшой гитарный пассаж посмотрим что в нем играется вначале мы с вами обыгрываем гармонический минор получается мы играем с удара вниз и правая рука у нас с вами играет полностью переменный штрих то есть вниз вверх вниз вверх вниз вверх строго-настрого приходим с вами в ноту до диез на шестой струне вот для того чтобы вот этот пассаж сыграть вам необходимо четко разложить на сильные доли то есть раз два три раз то же самое вы должны сделать теперь от этой ноты здесь у нас лучше перейти по позициям то есть вы должны сначала здесь сыграть три ноты потом переходите на эту струну и здесь вам лучше всего перейти мизинцем то есть когда мы с вами переходим движение вверх идет то лучше это делать переходы мизинцем а когда мы двигаемся вниз по грифу то переход лучше сделать пальцем например что я имею ввиду допустим вот у нас вами нота 1 2 3 4 и вверх двигаемся не так а вот так и наоборот они так я думаю здесь понятно пришли с вами в 10 лад и отсюда у нас идет следующая часть значит следующую часть мы с играем пулами и так насчет нас получается две струны первым и сыграйся вот этот ход вот эту лесенку нам нужно сами сыграть через свет то есть получается мы сыграли вниз потом вверх сначала вниз у сделали потом пришли вверх сделали пул и смотрите очень важно когда вы делаете пула вот на этом примере например я покажу подробно дальше уже подробно не будем рассматривать дальше просто посмотрим что у нас по тексту здесь мы с вами играем вот такие вот вещи сыграли здесь мы ничего не но особо не беспокоимся потому что 1 по внизу ниже 1 струны уже нас у нас с вами ничего нет а вот дальше вот когда мы сдергиваем сами вторую струну то первый палец должен стоять так чтобы немножечко закрывать первую струну чтобы не было такого чтобы не было когда вы пальцы так наклоняете у вас получается даже если вы заденете первую струну то первый палец вот видите я играю первую струну и она не дает нам никакого звука и получается что мы сыграли сами далее я играю удар вверх вниз потом вверх и смотрите вот этот удар вверх я играю с опорой на следующую струну снова вверх и теперь прихожу ударом вниз вот у меня получился такой ход затем мне нужно вот в эту ноту сейчас поставить первый палец но только после а мизинца который я прыгнула сюда на 17 лад у меня получается об и все далее следующий пассаж не то есть у меня получает получилось вот этот скачок он очень сложно здесь порой мы не попадаем то есть нужно прямо отработать эти скачки то есть так что и дальше мы прыгнем с вами то есть мы с вами пришли в ноту си у нас небольшая растяжка здесь будет но так как позиция высокая растяжка на вас не будет чувств ощущаться вот мы обыграли сами обыграли аккорд дальше прыгаем и теперь наша задача вот эту ноту сыграть вот здесь на первой струне здесь мы делаем скачок вот этот скачок следите внимательно чтобы вас не было вот этой грязи не было то есть вам нужно сыграть об и все то есть и старайтесь делать ашу чтобы вторая струна у вас не звучала для этого пусть поле ставите так чтобы он вас наклонялся и играл вторую струну точнее не играл на вторую струну чтобы он прикасался ко второй струне получил получил оптуда пришли и далее мы играем то есть такой же ход вот но только концовочка у нас с вами будет другая смотрите вот это мы все сыграли теперь дальше эта нотка дальше мы с вами играли сюда да а здесь мы играем вот что все теперь вот в эту ноту нам надо с вами прийти мизинцем и соответственно теперь мы играем другая фраза другая фраза у нас получается с вами теперь вот эту другую фразу если мы с вами на него посмотрим то она абсолютно такая же как и предыдущая но в плане ударов в плане вообще всего все сыграли только по ноточкам это будет вот что единственное что у нас вот с этим местом есть небольшие варианты его обыгрывания то есть мы можем с вами играть как мизинцем так и безымянным пальцем это место либо так либо другой вариант мы можем обыграть с вами сначала безымянным пальцем сыграли а далее приходим мизинцем либо вообще здесь играем полностью мизинцем и опять мизинцем следующая фраза в принципе она такая же как и это только вот мы с вами приходим в первый палец вот сюда оп мизинчик здесь у нас с вами небольшая растяжка правой руке у нас удары абсолютно такие же сюда приходим это у нас шестой лад получается безымянным пальцем пришли в четвертый лад делаем хаммер сыграли далее следующий ход смотрите мы его можем сыграть это доминанта но мы играем не то не в этой позиции а вот это все повторяющиеся фразы мы с вами сыграли остается последняя фразочка последняя фраза она у нас в принципе будет варьироваться возле последней фразы значит смотрите у нас мы играем с вами последнюю фразу вот она у нас это основание мы сыграли теперь дальше мы с вами двигаемся назад то есть получается пришли с вами ко второй струне и двигаемся назад вот а очень важно когда мы с вами теперь переходим назад то вот в эту ноту мы с вами должны прийти мизинцем четвертым пальцем получать поставили мизинец все сразу же от мизинца растянули пасть вот и здесь мы играем с вами 12 9 7 по пентатонике спускаемся все пулы обращая внимание на то как себя ведет первый палец то есть мы должны его держать в таком положении чтобы при полах у вас не было никаких лишних нот чтобы первый палец это все глушил то есть получается теперь далее переходим снова мизинцем на девятый лад но уже на пятую струну и здесь обыграем обычные трезвучие си минора делаем слайд и играем си аккорд си получился такой интересный гитарный пассаж которые можно отрабатывать еще я бы советовал каждую фразочку разбирать отдельно разбирать и отрабатывать например скажем вот фразу нас вот она и опять ежа потом то же самое например переходим на другую фразу и так далее так далее так далее спускаемся по грифу и отрабатываем это все отрабатываем растяжку ритмику чистоту и темп я надеюсь что этот урок пойдет вам на пользу пока